Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем экскурсию по ящикам стоматологического кабинета. И сегодня у нас будет ящик, содержащий внутри компоненты имплантационных систем. В нем я организовал несколько вот таких вот боксиков. Они все однотипные и очень удобно складываются вот так вот стопочкой. Если ты их куда-то перемещаешь, то они не распадаются и хорошо держатся друг за дружку. Вот такие вот у них есть секции, складываются и держатся. Далее. Есть отдельная вот такая не типичная коробочка, но в принципе она удобная. Я думаю, что я в будущем перейду на нее. Есть в центре вот такая еще маленькая коробочка. Сейчас мы посмотрим, что везде лежит. Начнем вот с этого. Здесь у меня находятся ортопедические отвертки. Сверхкороткая для имплантационной системы Tommen Medical. Ни для чего больше не подходит. Вот такая вот длинная отверточка немецкая Bond Rust. Подходит к SIG, Schiele Implantology Circle. Ostem, Dio, Implantium, Dentium. Угловая отвертка в угловой наконечник или в поворотный ключ. Средней длины и короткая. Это вот все как бы вот такая вот, однотипная. Дальше отверточка. Короткая и длинная отвертка, редко используемая. Вообще она от имплантационной системы OT Medical. Но я их немножко подмодифицировал, чтобы они подходили к определенному динамометрическому ключу. Спилю фасочки. И также они подходят к системе Sweden Martino. Две вот таких вот отверточки шестигранных от какой-то советской системы типа Lico. Ну, хороший классический шестигранник немецкий. Значит, несколько фрез Линдемана и небольшое пилотное сверло. Ну, просто они здесь лежат, потому что это инструменты. Угловая отверточка чуть подлиннее для системы, по-моему, Ankylos. Очень тонкая немецкая система Ankylos. Тоньше, чем для Ostem. Ключи для мини-имплантов ортодонтических системы Leones. Очень мне они нравятся. Хорошая система. Пилотное сверление для ортодонтических мини-имплантов. И вот такой ключик-вороточек для, по-моему, мини-имплантов отечественных. Типа, наверное, Conmet. Что-то такое. Вот это вот бокс с инструментами. По частотности встречаемости использования дальше Ostem. Почему мне нравятся вот такие коробочки здесь на шесть секций? Потому что, в принципе, для инструментов достаточно четырёх секций, а для имплантационной системы лучше иметь шесть секций. Здесь всё в индивидуальных упаковочках. Формирователи Дисны, слепочные трансферы, аналоги имплантов. То есть, здесь три основных типа того, что здесь вообще лежит. Здесь лежат в основном слепочные трансферы, аналоги, с которыми они скручиваются. И вот разные формирователи Дисны. Я сейчас вот их ассортиментом покажу, какие они бывают. Короткие, короткие, вот такие вот. Ещё короче, для другого диаметра. И с маркировкой. Вот всё это формирователи Дисны. И вот здесь они разложены. Всё для системы имплантационной Ostem. Очень хорошая система, мы ей много пользуемся. Следующая сейчас активно используемая в работе система Toman Medical. Это швейцарцы. Это очень хорошая тоже система. Здесь вот такой вот боксик. Это где-то примерно тысяч, наверное, 50-60. Вот то, что здесь сейчас лежит. Здесь то же самое. Формирователи Дисны. Модифицированные, не модифицированные. Слепочные трансферы на разные типы платформ. Здесь у каждого импланта своя ортопедическая платформа. Это мы отдельно ещё поговорим. Вот такие слепочные трансферы. Временные аббатмены, разные разобранные компоненты для съёмных протезов, для мультиюнитов, аналоги имплантов. Вот такие. Это часть-часть открытая, часть ещё мы не разобрали, но я использую её реже. Сейчас мы потихонечку от этого немножко отходим. Видимо, из-за экономического спроса. Следующая система. Стерлась за давностью лет название, но здесь лежит Сведан Мартина. Система очень интересная, но неоднозначная. Я пока не могу о ней сказать никаких выводов. Ждём отдалённых результатов. Но сервис не очень в этой системе. Вот то же самое. Вот это вот, грубо говоря, где-то по 60-50 тысяч. Значит, здесь 150 тысяч в этом ящике лежит. И центральная коробочка круглая. Она здесь коронки какие-то, приклеенные, не приклеенные. Импланты, винтики, ещё короночки. Ну, в общем, вот это вот просто такой, как бы, вот мультиюниты разные. Вот эта коробочка такая, не сортированная, не целевые. Всякие детальки здесь лежат. Вот и здесь, что-то сюда у нас выпало. Это из Сведан Мартина. И ещё пакетик. Здесь находятся компоненты для съёмных протезов. Сейчас я посмотрю, что это такое. Мини-импланты. ND Implants. Это Nika Dental. И временный мини-имплант Nika Dental. Ну, как бы, такая вещь. Не понадобилась она мне. То же, где-то, 5 тысяч рублей оказался излишек. Ну, может, когда-то используем. Но сейчас он мне не нужен. Под подсъёмные работы на время мне нужен. Вот такой вот ящик для ортопедических компонентов на имплантацию. Задавайте ваши вопросы. В следующий раз мы посмотрим ещё следующий интересный ящичек. Спасибо.